Красивая яблонька, но яблочки уже немножко примерзли и вид у них не очень респектабельный. Поморщины, рассыпаются. Рядом с яблонькой стоит такой вагончик, в котором можно сдать тест на коронавирус и получить результат. Далее спит наша малява и интересный указатель до Берлина, 24 километра. 24 километра. До края мы знаем всего один километр. Далее, что нам говорят, что до Поздама 52 километра. На нем эмблема Шенефельд. Мы находимся рядом с магазином. Магазином Норма и рядом с мэрией. Так, здесь до Монголии 7774 километра. И здесь еще один указатель. До Протиславы, Словакия, 662 километра. Вот такие интересные сведения мы получили. И красивая яблонька стоит с яблочками. Здесь такой перекресток, на котором мы видим много светофоров. Светофоры интересны тем, что можно их регулировать. Подойти, приложить ладонь. И он среагирует и появится зеленый свет. Вдалеке мы видим школу. Школа огромная. Несколько зданий. Все условия для обучения детей. Там учится наш средний мальчик. Ну и рядом слева много строящихся зданий. Все они еще строятся, отделываются внутри. И мэрия. Школа прямо напротив мэрии. Мэрия прямо напротив школы. Так что можно назвать, что мы находимся в центре Шенефельда. Магазин Норма. Огромное здание, в котором есть мотель Плюс. Фитнес-клуб огромный. Ресторанчики, кафе. Ну и рядышком место, где можно провериться на коронавирус. Сегодня суббота не работает. Обычно тут можно увидеть несколько человек, которые пришли либо сдавать тест, либо получать результаты. В Шенефельде очень много вот таких красивых глыб, которые устанавливают место памятников. Красиво, оригинально. Вот мы побывали в центре Шенефельда. Шенефельда, если говорить правильно. До новых встреч.